Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Они не позволяют местным властям выдать застройщику разрешение. Кстати, губернатор Кировской области Никита Белых после окончания первого этапа эстафеты Олимпийского огня сообщил, что спорткомплекс около 20 пионеров будет построен примерно в конце этого года. Программа Экономика. Кировчанам стало проще узнать, на что государство тратит бюджетные деньги. В России начал работу в тестовом режиме единый портал бюджетной системы, сообщает официальный сайт российского правительства. Теперь с помощью портала бюджет.гов.ру каждый житель России сможет узнать всю информацию о государственных расходах и доходах. Сайт содержит более 70 страниц информации о бюджетной системе России, господдержке и показателях бюджетной отчетности. У жителей Кировской области есть возможность получить сведения о бюджете своего региона. Разработкой проекта занимались около двух лет, а создание этого сайта обошлось бюджету в 1 миллиард рублей. Экономика. На 101 ФМ. Гороадминистрация ждет федеральной поддержки строительства путепроводов Чистой пруды. Начало строительства объекта зависит от возможности получения средств из федерального бюджета, сообщает прислужба администрации Кирова. На сегодняшний день разработан проект из мета путепровода. Получено положительное экспертное заключение на проект. Между тем губернатор Никита Белых, подводя итоги прошлого года, сообщал о намерении строить путепровод совместными усилиями области и города. При этом Белых отметил, что учитывая объемы работы и состояние бюджетов, этот процесс, видимо, затянется. Кстати, вопрос строительства путепровода стал поводом для одиночного пикета во время эстафеты Олимпийского огня. Кировчанин Андрей Перминов развернул плакат с надписью «Мы требуем 2,5 олимпиарда рублей на путепровод». Заработную плату в России могут начать выдавать не два раза в месяц, а четыре, сообщает российская газета. Авторы соответствующего законопроекта, депутаты Госдумы Ярослав Нилов и Елена Афанасьева утверждают, что таким образом они намерены бороться с долгами организации перед сотрудниками. Госдума рассмотрит документ сразу после новогодних каникул. Кстати, по данным Кировстата, на 1 декабря прошлого года предприятия Кировской области задолжали своим работникам более 42 миллионов рублей. Мария Петухова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM